Талян, ты же физик, да? Да. Слушай, а мне тут вообще внезапно так интересно стало, а почему дуча, когда проходит через маленькую щель, он не становится меньше, а? В смысле? Братал, смотри. Ты где этот луч уедел? Лупень, ну ты открой глаза, расширь сознание, ну. Сам ты, Лупень, где? Да наверху. Так, Коль, прикрой пальцем ту дырку, но не полностью. Всё, я понял, в чём прикол. Да чё там? Смотри, есть такая штука, как принцип неопределённости Гайзенберга. Теперь такой вопрос. Что есть свет? Ну, она с солнца прилетела, быстро двигается, быстро идёт, перебирает своими солнечными ногами. Нет, по природе он какой? Ну, это вроде волна. Верно. Так вот, у света есть разный вектор импульса. То есть импульс может в разные стороны по природе волны исходить. Ну, вот допустим, у нас свет падает на этот участок потолка, да ещё и проходит через узкую щёлку. Да, листочек. И карандаш ещё. Там формула такая вот, не помню. Да, здесь есть много непонятного, но пока зациклимся на левой части. Вот я и говорил про импульс. Это R. А дельта, потому что он у нас меняется по причине того, что свет – волна. А X – размер щели. Вот ты пальцем закрывал щель. Ща палец убери и потихоньку закрывай. А, я понял. Походу я начал врубаться. А нет, тогда не понял. Он же должен был расшириться, не? Ты палец потихоньку смещай к центру. Во, смотри, вот об этом я и говорил. Да, это оно. А это ещё та самая неопределённость. Ты меняешь значение X, поэтому она и дельта. И когда ты доходишь до определённого диаметра, начинается весь цинус. У тебя свет начинает проходить в меньший диаметр. Из-за этого меняется вектор импульса. Отсюда это дельта Пи. Из-за этого кажется, что свет, наоборот, расширяется. Мм, да, смотри, там ещё радужка появилась, мм. Это уже дисперсия пошла. Чего? Неважно.